Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем рассматривать вместе с вами 11 главу этого послания. И главная тема – окончательное решение еврейского вопроса. Как мы знаем, апостол Павел неоднократно рассуждает по поводу своих сродников по плоти, о евреях. Он даже говорил о том, что ради них он сам готов оказаться в аду, только бы знать, что они идут дорогой спасения. Давайте посмотрим, как эту главу характеризует святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский. Он, в частности, пишет. Эта глава едва ли не единственная в посланиях апостола Павла по высоте созерцания ума апостольского. В ней сокрывается глубокая тайна спасения всего мира. Как же, уже ли весь мир спасется? Надо чаще читать эту главу и размышлять о содержании ее. Апостол, можно сказать, высказался здесь весь. Со всеми апостольскими тайнами раскрыл божественное сокровище веры. Это из работы святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, которая озаглавлена мыслью причтения Священного Писания. И мы видим, что Иоанн Кронштадтский считал, что именно в этой главе раскрывается апостол Павел целиком и полностью. Итак, эта глава начинается словами «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» «Никак, ибо и я, израилетянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова», пишет апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава, 1 стих. В блаженной памяти иерей Даниил Сысоев писал, «Возникает вопрос, может быть, евреи отброшены навсегда? Многие думают, раз он еврей, на нем можно ставить крест. Он навсегда забыт Богом. Неужели такое произошло? Неужели Бог нарушил свое слово? Когда-то пообещал еврейским предкам, что благословит их, а потом передумал, может быть, такое? Нет, отвечает апостол Павел. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой никак? Чем апостол это доказывает? Во-первых, приводит в пример самого себя, продолжает отец Даниил. Он пишет, «Ибо и я, израилетянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Если бы Бог решил не пускать в Царство Божие евреев, как бы там оказался апостол Павел?» Очевидно, что раз Бог призвал Павла, причем призвал изгонителей, то он, Господь, не оттолкнул евреев по национальному признаку. Наоборот, Господь ждет их спасения, и яркий пример тому апостол Павел. Он как бы пишет, «Я чистокровный еврей, и не стесняюсь этого. Раз Бог призвал меня, значит, еврейский народ не вычеркнут из промысла Божьего». Конец цитаты. Здесь, в этом комментарии, в блаженной памяти отец Даниил Сосоев, касается того, что Бог обещал ранее про отцам еврейского народа, что он будет благословлять этот народ. И действительно, в Священном Писании, особенно в книге «Бытия», мы находим много таких свидетельств, «Когда Бог обещает Аврааму, Исааку и Иакову проявлять заботу о их потомках». Но самое яркое место – это 22 глава книги «Бытия» с 15 по 18 стих. Здесь, после того, как Авраам пытался принести в жертву Исаака, а в лице Исаака весь еврейский народ, ибо если бы Авраам принес бы в жертву Исаака, то не было бы ни одного еврея. И что происходит? «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь». Нигде во всей Библии мы не видим, чтобы Бог клялся самим собою. «Мною клянусь, говорит Господь, что так как Ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря и овладеет семя Твое городами врагов своих и благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался Глаза». Иногда нам, христианам, кажется, что эти обетования относятся только к тем евреям, которые приняли Христа. Но здесь мы видим два образа. Господь говорит, «Умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». Согласитесь, что звезды небесные – это одно, а песок на берегу моря, который попирается ногами, это совсем другое. Звезды небесные – это действительно те праведные евреи, праведные от веры, которые приняли в свою жизнь Господа Иисуса Христа. «А песок – это те, которые не приняли». Он попираемый ногами. Таким образом, это обетование относится как к верным, к вере Авраама, так и к тем, которые не примут истину. И вся эта глава, она как раз расшифровывает именно такое понимание первоверховного апостола Павла. И мы читаем далее слова апостола Павла, 11 глава, со 2 по 4 стих. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Здесь речь идет о тех, прежде всего, которые приняли Христа. «Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом». О чем это? Пророк Илья в какой-то момент, когда его гнал нечестивый царь Ахав, а более его жена, нечестивая Изавель, он подумал, что он один остался, который верен Богу. Но Господь открыл ему, что это не так, что он не один, что Бог соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колен перед валом. Число семь означает неопределенное число в сторону увеличения, а умноженное на тысячи это еще более неопределенное число. Точно так же, как число шесть означает неопределенное число в сторону уменьшения. И когда нам кажется, что мы пребываем в неком одиночестве, это очень эгоистическое чувство и очень неправильное чувство. Есть множество православных христиан, пастыри, архипастыри, есть патриархи православной церкви, есть разные поместные церкви, есть вселенское православие. И вот это чувство, оно очень сектантское по-своему, которое переживает пророк Илья, когда ему кажется, что он один остался. И надо сказать, что Господь смирит пророка Илью за такое чувство, но смирив, помилует и исправит. И далее апостол Павел пишет в послании к кремлинам 11 глава 5 стих «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохраняется остаток». Что значит по избранию благодати? По благодати значит не по делам, это значит не по заслугам. Такое определение дает апостол Павел этому понятию благодать, и это мы увидим сегодня ниже. то есть Господь сохраняет людей по избранию благодати, и они являются остатком Божиим только за то, что они сохранили веру. Может быть, их жизнь была не очень праведная, потому что благодать исключает дела и заслуги, но сохраняя чистоту веры, они остаются правоверными. Есть описание, как один православный миссионер трудился среди алиутов, и однажды в его отсутствии они все там напились, и когда он прибыл, он не нашел их в их палатках, в которых они жили, в игвамах, и он пошел к церкви. И там они все собрались, в ожидании, что прибыл опять православный миссионер, и они там стоят перед порогом церкви, на коленях, бьют себя в грудь и повторяют одну и ту же фразу. Хоть мы окаянные, но веры православные. И, конечно же, это очень умилило миссионера, и он более терпимо и снисходительно вразумлял их, научая трезвости. Итак, мы прочитали, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Блаженный Абгустин пишет, «В апостольские времена многие иудеи поверили во Христа и теперь обращаются, пусть и немногие». Этот отрывок взят из бессмертного труда блаженного Августина о граде Божьем. Это основная его догматически выверенная работа. Блаженной памяти отец Даниил Сысоев писал, «И в нынешнее время, как во времена Ильи, когда казалось, что все ожесточились, Бог усмотрел верных ему, верных себе, которых он, Господь, сохранил сам по своей благодати, своей благой силой, своим выбором. Он дал им силы, чтобы они пребывали в верности ему. Если бы Господь не дал им этой силы, они бы тоже упали, и до сих пор среди евреев сохраняется остаток, как было во времена апостола Павла, так и сейчас сохраняется остаток, избранный Божьей благодатью». Какой остаток и кто в него входит? Те, кто верны Богу. Остаток – это те иудеи, что приняли христианство. Этот самый остаток выбран Богом, как было во времена Ильи, так и сейчас. Те иудеи, которые приняли христианство, избраны Богом, избраны благодатью. Бог сохранил их, призвал их. Остаток действительно сохраняется в лице тех, кто вошел в церковь, а не в лице евреев, как-то выделяющих себя. В церкви не надо выделяться, в ней все едины. Над этим остатком сохраняется обещание Бога, данное Аврааму, Исааку и Якову. До сих пор сохраняются эти обещания, данные этим древним патриархом. Конец цитаты. В блаженной памяти отец Даниил Сысоев использует термин «остаток». Это библейский термин. В первой главе книги порока Исаия мы находим слова. «Если бы Господь Саваоф не оставил бы небольшого остатка, то вы были бы то же, что Содом, то же, что Игамора». То есть были бы уничтожены в огненном вихре. Остаток существует в каждом божьем народе, не только в еврейском. Каждая поместная церковь имеет остаток в лице тех благочестивых и праведных, которые не только исповедуют свою веру, но и живут по ней. И в нашем народе есть пословица «Не стоит город без святого и село без праведного». Но что мы читаем далее? Далее дается определение тому, что есть благодать. Среди наших братьев и сестер православных иногда бытуют полупелагианские представления о том, что такое благодать. И некоторые думают, что благодать – это то, что мы зарабатываем своим усердием, своим благочестием и так далее. Но это крайне ошибочная точка зрения. Вот библейское определение этого слова. Апостол Павел пишет, это 11 глава 6 стих послания к римлянам. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Все, что мы зарабатываем в этой жизни дается нам не как милостыня благодатная, а как наш заработок. И когда вы идете в кассу получать зарплату, вы не воспринимаете это, что вам дается некая милостыня. это то, что вы заработали, то, что вам задолжал ваш работодатель. Так вот, Бог никому и ничего не должен. И давайте посмотрим, что пишут святые апостолы, чтобы нам лучше понять и уяснить этот термин «благодать». Первая цитата, это первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. «В том любовь Божия, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вы слышите, братья и сестры, не мы возлюбили Бога, а сперва Он возлюбил нас. Как и Христос говорил своим ученикам, «Не вы меня избрали, я избрал вас». Теперь послание к Титу, 3 глава, 5-6 стих. Это очень важный текст. Иногда нам кажется, что нас Бог избирает из грешников ради того, что мы станем праведниками, будем творить благие дела, и как бы этот выбор Божий станет оправданным. Но что здесь пишет апостол Павел? «Он, то есть Господь, спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости бани возрождения, то есть через таинство крещения и обновления Святым Духом через таинство мира помазания, которого излил на нас, имеется в виду Бог-Отец, через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Таким образом, и это полупелагианское представление распадается. Бог избрал нас не потому, что Он предвидел, что мы станем хорошими или плохими, а потому, что милость Его распространяется на всех. Как мы знаем из Нагорной проповеди, Он посылает свет солнца, который светит над праведными и над неправедными, и дождем дождит над праведными и над неправедными. Далее апостол Павел пишет, что же Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, избранные это те, которые уверовали во Христа, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, и возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет сагбен навсегда. Святитель Иоанн Златоуст по поводу этого отрывка замечает, апостол сказал, что Бог не отверг своего народа и, объяснив, в каком смысле он не отверг, прибег снова к пророкам и доказал на основании их, что большая часть иудеев погибла. Но чтобы не подумали, что он, то есть сам Павел, обвиняет их самовольно, оскорбляет своей речью и нападает на них как враг, он, Павел, прибегает к Давиду и к Исаии. Действительно, если иудейский народ и обличается кем-то или чем-то, то прежде всего самим Словом Божиим текстами Ветхого Завета, прежде всего. Почему апостол Павел так осторожно общается с ними и не от своего имени обличает их, а от имени Исаии и Давида? Потому что он хочет сохранить с ними добрые отношения. Для любого миссионера очень важно сохранять добрые отношения с объектом тем или иным его проповеди. Поэтому невозможно совмещать миссионерскую деятельность с профилактической антисектантской работой. Это несовместимая вещь. Профилактическая работа, обличение сектантских заблуждений это то, что направлено на своих, чтобы уберечь их в вере. А миссия, миссионерское служение предполагает, что миссионер даже будет отождествлять себя с объектом проповеди, как Павел и настаивает, чтобы миссия была успешной. Миссионер должен быть для иудея как иудей, для эллина как эллин, для беззаконного как беззаконный, сам не чужд закона пред Христом, для всех все, дабы привлечь ко Христу. Блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, апостол Павел цитирует пророка Исаию, сказавшего, что Бог дал евреям духа оцепенения. Евреи, решившие все делать своими силами, тогда увидели вмешательство Бога, имеется в виду вмешательство Бога, то есть в Сыне Божьем. Как бы оцепенели? Представьте, что вы чуть было не попали в аварию, или вас едва не сбила машина, после этого вы стоите оцепеневшим в ужасе, и евреи находятся в таком ужасе, оцепенение, которое дал им Бог. «Они захотели всего добиться сами, без Бога, и он, Господь, ответил, как бы ответил, давайте, попробуйте без меня, идите своей дорогой, посмотрим, что получится». Конец цитаты. И далее мы читаем апостола Павла, «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть?» Вот здесь речь идет о тех, которые, большинство в еврейском народе, которые приткнулись, а камень приткновения, то есть не поверили во Христа. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? «Никак», говорит апостол Павел, «но от их падения, спасения язычникам, чтобы возбудить в них, то есть в евреях, ревность». Это послание к римлянам 11.11. Если выше апостол Павел рассуждает о верном остатке, которые в обетовании Божьем называются звездами, то теперь он переходит к рассуждению о тех, которые в большинстве которые стоят не на узкой тропе христианина, а идут по широкому пространному пути, те, которые называются песком морским в обетовании данным Аврааму. И действительно история этого Божьего народа после непринятия Христа это череда Холокоста, когда действительно их попирали ногами язычники, фашисты, к ним относились ужасно в средние века, как на территории нашей страны, так и других стран, особенно в Западной Европе. Но в каком смысле апостол Павел говорит, но от их падения спасение язычникам. Блаженный Августин поясняет. От их падения спасение язычникам. Итак, Павел не говорит, что иудеи не приткнулись, но что падение их не было бессмысленным, ибо привело к спасению язычников, они следовательно не так согрешили, чтобы падение стало их наказанием, но так, чтобы оно послужило во спасение язычников. Далее он, Павел, даже начинает восхвалять народ иудейский за это падение в безверие, дабы не возгордились язычники, видя, что падение иудеев было столь ценным для их спасения. Напротив, язычникам следует еще больше остерегаться того, чтобы возгордившись не пасть подобным образом. А как это понять? Через их падение и спасение язычникам. Когда Христос начинает свою проповедь и наставляет учеников, апостолов, что они тоже должны идти на проповедь, это 10 глава от Матфея, он прямо говорит, на путь к язычникам не ходите, в города самарянские, не заходите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. И когда женщина хананьянка пришла ко Христу попросить помощи для своей больной дочери, Христос даже не ей ответил, а разъяснил апостолам, что плохо взять хлеб у детей и бросить псан, то есть гаим, гоим, но эта женщина со смирением сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стол их, Господ. Но когда ситуация меняется, когда еврейский народ отверг Христа, когда вся толпа кричала распни, распни его, и после этого уже перед своим вознесением Христос посылает апостолов на проповедь проповедовать всем народам, всем племенам и всем языкам. А что бы произошло бы, если бы евреи приняли Христа? Все, конец света, потому что им предназначено принять Христа при конце света. Это означало бы полное истребление язычников, Армагеддон, и Бог поставил бы их царями и священниками. И все. Поэтому через их падение спасение многих. И далее Павел пишет, если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Это послание к римлянам, 11 глава, 12 стих. Представьте себе в вашем подъезде, где живет очень много людей, жил один грешник, живет один грешник, который так низко пал, так ужасно пал, что весь подъезд раскаялся и воцерковился, и все стали добрыми христианами. Как они будут относиться к этому падшему, который ужасом своего падения привел их всех к обращению к Богу? Я думаю, что они будут носить его на руках. Святитель Иоанн Золотаус пишет, здесь апостол говорит приятное иудеям, если бы они и тысячекратно пали, то язычники не спаслись бы, не принявши веры, а равно иудеи не погибли бы, если бы не впали в неверие и упорство. Но, как сказал я, апостол утешает падших иудеев, в совершенстве доказывая, что они могут надеяться на свое спасение, если переменятся, если, говорит апостол, столь многие, то есть язычники, получили спасение, когда они, иудеи, приткнулись, и столь многие были призваны, пока они были отвержены, то подумай, что будет, когда они обратятся. не сказал, то тем более обращение их, или изменение их, или исправление, но тем более полнота их. То есть, когда все они, то есть евреи, придут ко Христу, а этими словами он показывает, что тогда будет большая и почти полная мера благодати дара Божия. Конец цитаты. Апостол Павел восклицает, вам говорю, язычникам. Апостол Павел считал себя апостолом язычников. И он с достоинством об этом свидетельствует в Писаниях. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых, если начаток свят, то и целое. Начаток это закон Божий, который был дан евреям. И если корень свят, корень это патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, то и ветви. Это послание к римлянам, 11 глава, с 13 по 16 стих. Почему апостол Павел говорит, не возбужу ли ревность в сродниках моих? Имеется в виду, что когда евреи увидят, как язычники начинают изучать закон Божий, закон Моисеев, как они начинают ревностно исполнять Божьи заповеди, иногда опережая самих иудеев, как они изучают пророков Ветхого Завета и прислушиваются к их наставлению, как к Господнему руководству в действии, к действию, у евреев может появиться ревность, которая заставит их задуматься, а почему же мы не можем быть такими же? И вот здесь надо вспомнить очень важное обстоятельство. Бог избрал этот народ, точнее, с самого начала Он избрал не народ, а только одного патриарха Авраама, но потом появилось семейство Якова, потом в Египте народ. Бог избрал этих людей, чтобы они стали светочем миру. Об этом говорит пророк Исаия. Вот главное назначение еврейского народа. И в какой-то степени они это исполнили, в той степени, что пророки и апостолы, лица еврейской национальности, они написали Писание. Книги Ветхого и книги Нового Завета. Но иудеи, не принявшие Христа, никак не участвовали в распространении Слова Божия, Закона Божия. Это осуществила Церковь Христова, когда Христос повелел идти и проповедовать до пределов земли. Таким образом, христиане это Новый Израиль, потому что они стали светочем, народом светочем для других народов, племен, языков. Как и Христос заповедовал нам, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. В блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет «Дословно, если начаток свят, то и тесто». Здесь начаток – это как бы дрожжи, которые могут заквасить тесто. Это дословный перевод предлагает отец Даниил. «Если корень свят, то и ветви». Представьте себе, что вы берете муку и кладете туда дрожжи. Дрожжи постепенно преображают всю муку. Первый кусок смеси дрожжей с мукою начинает переквашивать всю остальную муку, и она поднимается. Начаток – это древние святые Израиля, которые уже у Бога. Это Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, пророки. Они святы, значит, и целое будет свято в будущем. Процесс поднятия теста происходит не сразу, а постепенно. Так же постепенно еврейский народ будет возвращен обратно. Апостол Павел обращается к иудеям. У вас все хорошо, как бы говорит он. Вот желания поверить у вас не хватает. А так у вас все нормально. Пророки ваши, они же и наши. Поверьте своим же пророкам и тоже будете наши. Конец цитаты. В окончании этого комментария отец Даниил говорит рифмой. И действительно, я вот вспоминаю времена, когда в советское время, мне было лет семнадцать, я посещал город Киев и мне там показали одну пожилую-пожилую бабушку и она рассказала мне, что их семья, одной из первых в Киеве открыто приняли христианство. И была единственная семья. Единственная семья. И на них смотрели, как на некое чудо. Родственники перестали с ними общаться. Но постепенно таких становилось все больше и больше. И мы видим на наших приходах лиц еврейской национальности. И мы радуемся, что Бог собирает свой народ в церковь. Апостол Павел пишет, «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты», здесь он обращается к язычникам, которые уверовали во Христа, «а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, корень основа вера Авраама Исаака и Якова, но корень тебя, то есть держит». Это послание к римлянам, 11 глава, 17 и 18 стих. В блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, «Тебя, то есть христианин, держит великое дерево единой церкви и ветхозаветной и новозаветной, единое дерево, которое продолжает расти. Даже молитвы наши, то есть иудеев и христиан, сотканы из псалтири, из слов царя Давида, вся наша служба соткана из ветхого и нового завета и является единым целым. Корень дерева нас несет, а не мы его, не язычники обратили евреев к единому Богу, ветки апостолы привили язычников, а апостолы по национальности были евреи. Корень завета, то есть обещание было дано Аврааму, это обещание через апостолов евреев пришло к нам. Мы должны быть им благодарны. Далее апостол Павел озвучивает как бы возможную реакцию язычников на такие его слова. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Это действительно так. Они отломились неверием, а мы держимся верою. Причем чаще верою без дел, не совсем живою, верою. Но это та реальность, в которой мы живем. Святитель Феофан Затворник пишет, естественными ветвями апостол Павел называет иудеев, происшедших от патриархов, родоначальников их, которым и роду которых даны обетования. Обетования и на сей род простерты под условием, если лица, составляющие его, пребудут в одном с патриархами, родоначальниками, духи веры Богу и покорности его веления. Так это и есть, которые уверовали и послушали Евангелие, те причастны, как видите, обетованиям и состоят в милости Божией, как и отцы их, то есть патриархи, а которые не веруют и упорно противятся воле Божией всем, те лишены обетования и исключены из рода отцов своих, потому что они стали ни одного духа сими отцами. Не посмотрел Бог на то, что они происходят от таких великих отцов и такого благословенного рода, отверг их, когда они неверием своим сделались недостойными милости. Ибо у Бога нет лицеприятия, кто чего стоит, тот сообразно с тем и получает. Или милость, или непощадение. Вот ты, язычник, уверовший и зато принятый в благословенный род Божий, род людей спасаемых, рассуждай и держи в мысли, что если Бог за неверие отверг тех, род которых Он, Господь, имел своим и столь попечительно блюл доселе, то тем паче не пощадит тебя чужеродного со стороны принятого в род Божий, если ослабеешь вере или пошатнешься в ней, или будешь вести себя недостойно ее, держи это в мысли и бойся. Бойся потерять благо, которого сподоблен. Бойся лишиться милости Божьей. То есть то, что произошло с еврейским народом, не может являться поводом для злорадства для христиан. Они отпали неверием, мы держимся верой, и мы должны не гордиться, но бояться. тем более, что апостол Павел пишет, что все, что происходило с ними, это в прообразах для нас, достигших последних времен. И как при первом пришествии Христос, придя к собственному народу, не нашел среди них веры, так и при втором пришествии Христа он сам говорит, обрящет ли он, то есть найдет ли он веру на земле. Павел продолжает свое рассуждение, 11 глава, 22 по 24 стих. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». То есть, так же, как и еврейский народ оказался отсеченным. «Но и те», то есть иудеи, «если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их, ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, то есть от язычества, и не по природе привился к хорошей маслине, маслине, которую насадили патриархи своим благочестием, Авраам, Исаак, Иаков, то тем более сии природные привьются к своей маслине». То есть, для них естественно и легко стать христианами. И недавно я участвовал в разговоре, это был не диспут, а собеседование с аудейским равеном, и он, этот равен, сказал, что ему, чтобы прочитать Новый Завет, надо было просить разрешения у старшего равена, у своего наставника. Я ему сказал, что у нас для чтения Ветхого Завета никаких разрешений спрашивать не надо. Мы, христиане, знаем, как учат апостолы, что все писание полезно для научения, для наставления и для обличения. И дальше мы читаем комментарии святителя Анзела Тауста. Но к чему я рассказал эту ситуацию с равеном? Они боятся Нового Завета. В Израиле запрещено распространять Новый Завет на еврейском языке. У них страх. Потому что если они начнут читать, это слово будет воспринято имя как природное, а не чужеродное. И они быстрее прививаются к церкви, чем нежели язычники, безбожники. Но вернемся к златоусту. Если вера смогла произвести то, что не по природе, обращение язычников, это не по природе, тем более произведет то, что согласно с природой, то есть обращение евреев. Если язычник, отсеченный от естественных своих родителей, то есть от идолопоклонников, не по природе присоединился к Аврааму, тем более можешь ты, то есть иудей, получить свое собственное, то есть Евангелие – это как собственность, язычнику по природе свойственно зло, так как он по природе не был, правоверным, и был дикой маслиной, добро же не в его природе, и не по природе он прицепился к Аврааму, а тебе, то есть иудею, напротив, по природе свойственно добро, ты, если захочешь возвратиться, утвердишься не на чужом, как язычник, а на собственном корне. Надо сказать, что святитель Леон Златоуст не отличается такой особой любовью к еврейскому народу, как греки, у них антисемитизм был чуть ли не в крови, но если он такое говорит, то действительно это соответствует той истине Божией, которой должны быть покорны все мы. И хотя у Златоуста есть несколько слов против иудеев, но здесь он говорит о природном добре, которое всеяно в них, и о том, что у язычников оно отсутствует, и помимо природы проникает в их сердца. Эти слова святителя много стоят. Павел продолжает рассуждение. Это уже 25-е по 27-й стих 11-й главы послания к римлянам. Здесь он говорит о самой тайне еврейского вопроса. Поэтому вслушаемся в эти слова. Он обращается к нам, к уверовшим из язычников. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Вы слышите, речь идет о тайне сей. «Чтобы вы не мечтали о себе». А что же это за тайна? Далее он пишет, «Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». оказывается, ожесточение в этом народе против Христа произошло до времени, пока не войдет полное число язычников. Через это ожесточение евреев дверь открылась для язычников, но когда войдут все предназначенные ко спасению, дверь закроется для язычников и откроется для еврейского народа. Ибо Бог нелицеприятен. И далее Павел пишет, «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Господь отпускает нам, христианам, грехи. А почему же Он не может сделать этого по отношению к еврейскому народу? Поэтому апостол Павел так и пишет, «Весь Израиль спасется, как и написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Архиепископ Аверкий Таушев писал, «Отвержение не будет вечным, не будет вечным для иудейского народа. В свое время иудеи уверуют во Христа и войдут в его церковь. Во временном отвержении иудеев святой апостол видит особенное проявление премудрости Божией в отношении спасения всего человечества. Фанатизм иудеев, упорно отвергавших веру во Христа, как в Мессию, заставил апостола Павла обратиться с проповедью о Христе к язычникам и таким образом упорное ожесточение иудеев против апостольской проповеди имело своим последствием обращение ко Христу язычников. И давайте посмотрим, а что в самом Священном Писании Ветхого Завета, это авторитетно для евреев, говорится об их обращении. Ко Христу. Прежде всего, книга пророка Захарии, 12 глава с 9 по 14 стих. «И будет в тот день я, здесь говорит Господь, истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они возряд на Него, то есть на Христа, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гододримона в долине Мегедонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Когда же это произойдет? Когда пророк Илья сойдет с неба и живописует перед ними в своих словах образ распятого Христа, и они с верой возрят на того, которого пронзили, и, обратившись к Богу через покаяние, возрыдают. И пророк Иеремия, 24 глава, 6 по 7 стих пишет. Подобно и, опять же, пророк Захария, но уже 10 глава, 6 стих. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я ни оставлял их, ибо я Господь Бог, их и услышу их». То есть после обращения ко Христу они станут такими, как бы Христос и не оставлял их, как мы прочитали, как бы я, говорит Господь, не оставлял их, ибо я Господь Бог, их. И пророк Амос, 9 глава, 11 стих, восклицает. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Сейчас скиния Давидова она падшая, но Бог силен все поменять. Смотрите, что пишет святитель Феофан Затворник. «Вы думаете, что это все случилось так себе, без особого чего? Нет. Отпадение Израиля в неверие имеет последствиям своим то, что в ограду спасения вводятся язычники, и это введение благоволено с тем, чтобы привлечь туда же после Израиля, возбудив в нем ревность или соревнования, и таким образом спасся весь род человеческий». «Вот промыслительное значение того, что совершается ныне перед глазами нашими среди язычников и иудеев. По принятию же проповеди язычниками уверуют и они, то есть иудеи. «Когда придет великий Илья и возвестит им учение веры, сие Господь изрек в Святом Евангелии». А что Христос изрек? «Илья придет и устроит вся». Это Евангелие от Матфея, 17, 11. И надо сказать, что еврейский народ ждет пришествия пророка Ильи. Ждет настолько, что когда отмечается еврейский Песох, еврейская Пасха, за общим столом оставляется место для пророка Ильи. Ставится тарелка, ставится бокал с вином, и дверь не запирается, чтобы, если Илья сойдет с неба, он смог бы войти в каждый еврейский дом, в каждую еврейскую семью, сесть за эту трапезу, взять стакан вина, сказать «Лехайм» и выпить. Это удивительное ожидание, это промыслительное ожидание, но пророк Илья, он и придет, как пророк Иисуса Христа, Господа нашего. В Библии говорится о двух людях, которые были живьем взяты на небо. Книга Бытия, 5 глава, 24 стих. Мы находим такие слова. «И ходил енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». И 4 книга Царств, 2 глава, 11 стих. Мы читаем. «Когда они шли, они» – это пророк Илья и его слуга Елисей. «Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненная, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо». То есть эти два пророка Божьих, один из допотопного мира, который был уничтожен в воде, другой из второго мира, в котором и мы с вами живем, который сберегается для огня, они были живьем взяты на небо, Енох и Илья. А вот что пишет пророк Малахия, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я», – это говорит Господь, «вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня». День Господень – это незаходимый день. «Пред наступлением дня Господня Великого и Страшного» – перед Страшным судом. «И он, то есть Илья, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». То есть евреи знали о том, что Бог пошлет Илью на землю. А вот в книге «Откровение» Анна Богослова рассказывается о том, как двое пророков – и Енох, и Илья – явятся во Дне Антихриста, и как они будут проповедовать Христа Спасителя. Илья – сугубо для еврейского народа, Енох – для остальных племен народов языков. И мы читаем эту таинственную книгу «Христианский апокалипсис» «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Что значит «обличены во вретище»? То есть они будут презираемы этим миром, который поклонится Антихристу с абсолютным согласием с его политикой и с энтузиазмом. «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». Они маслины, они светильники, то есть они те, которые плодоносят истину, масло – свидетельство причастности к Духу Святому. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. Во дни пророчествования их имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». И мы знаем, что пророк Илья, он и сжигал огнем с неба нечестивцев, и заключал небо так, что не было дождя. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны – это Антихрист – сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставят на улице великого города». То есть Енох и Илья будут убиты. Как людям надлежит умереть, так и они умрут. «И трупы их оставят на улице великого города» – это Иерусалим, который духовно называется Содом и Египет, потому что в Иерусалиме будут безобразие уже в наше время. Там проходят парады достоинства, секс-меньшинств. Не так давно главной красавицей Израиля избрали солдата еврейского, который сделал операцию по изменению пола. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Ну, это очевидно, что Иерусалим. «И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы». Зададимся вопросом, а как это многие народы, колено, языки, племена могут смотреть три дня с половиной на трупы их? Имеется в виду то, что Антихрист даст приказ и будет прямая трансляция через сеть интернета или по интерактивным каналам телевидения. Все будут смотреть на них. А для чего Антихрист даст этот приказ? Антихрист все время сомневается в Писании, и он даст этот приказ с одной целью. Он скажет, вот в Апокалипсисе написано, что они воскреснут, смотрите, они будут лежать больше, чем три дня с половиной перед вашими глазами, и никто из них не воскреснет. Это будет прямая трансляция, потому что как это все народы, колено, племена, языки могут смотреть на трупы, которые лежат в Иерусалиме три дня с половиной. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют друг другу подарки, дары, потому что два пророка сие мучили живущих на земле. Почему Еноха и Илья мучили живущих на земле? Потому что праведник самим своим видом, он раздражает грешников. Праведник самим своим присутствием, он является вызовом этому культу греха, пороков, извращений и беззаконий. И они будут подарки посылать друг другу, радоваться и веселиться. Но что произойдет потом? И они все это увидят. «Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». «Все увидят, как это произойдет. Они восстанут». Представляете, какой ужас обхватит многих и многих. Будут, наверное, публичные трансляции. И все увидят и узнают. «И услышали они с неба громкий голос, говорившие им, взойдите сюда». Это глаз Христа. «И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их». То есть их вознесение будет зафиксировано. Враги их – это разные племена, народы, языки. Они будут видеть их вознесение, встретение Христу. Дело в том, что все христиане, которые доживут до пришествия Христа, они не умрут. Они изменятся и будут возноситься в встретение Христу, который входит в реальность этого мира, в окружение святых и ангелов божьих. И встреча церкви невесты со Христом женихом будет на воздусьях. И далее мы читаем апостола Павла, который пишет. Это удивительный стих, его надо запомнить и выучить. Это 11 глава, 28 стих. «В отношении к благовестию» – это речь идет о евреях, и в этом стихе говорится о правильном отношении к еврейскому народу. В отношении к благовестию они враги ради вас. Ради кого? Ради тех, которые уверовали из язычников. А в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов. Ну, о каком народе? В Библии сказано, что и враги, и возлюбленные, и возлюбленные, и враги одновременно. Ни о ком. Только о еврейском народе. Поэтому, если кто-то в вашем присутствии скажет, что они враги, пусть добавит и то, что они возлюбленные. А если кто-то в вашем присутствии скажет, что они возлюбленные, пусть добавит и то, что они противники Евангелия, враги. Вот эта двойственность Израиля – это божественная тайна домостроительство спасения. Если любовь Божия не покидает их, и несмотря на то, что они враги, они остаются возлюбленными Божьими, то эта любовь рано или поздно приведет их ко спасению. И смотрите, что пишет в своих беседах Амвросий Медиаланский. «Хотя тяжко согрешили иудеи, отвергнув дар Божий, и достойны погибели, но, будучи сынами добрых отцов, то есть Авраама, Исаака и Якова, чьи многочисленные заслуги они получили от Бога, они с радостью будут приняты вновь, когда вернутся к вере, ибо Божья любовь к ним пробуждается памятью их отцов». Это действительно общее согласие разных отцов в церкви, что это рано или поздно оно свершится, оно произойдет. И Феофилакт Болгарский пишет, «Но так как предки их, то есть евреев, изначально избраны Богом, а мы знаем, что Бог не стыдился называть себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Якова». Феофилакт пишет, «Но так как предки их, то есть евреев, изначально избраны Богом, то есть Авраам Исаака и Якова, то Бог не попустит им погибнуть совершенно, ибо они возлюблены, то есть ради отцов, но примет их, если уверуют». И последние, почти последние стихи сегодняшней такой затянувшейся беседы, послание к римлянам, 11 глава, 29 по 32 стих, «Ибо дары и призвания Божьи непреложны». Обетования Божьи непреложны. Что это значит? Завет, который был заключен, Синайский завет между Богом и еврейским народом у горы Синай, когда они сказали «исполним и выслушаем», любой завет заключается между кем-то и кем-то, и две стороны должны соблюдать верность завету. Со стороны евреев верность не сохранилась завету, и это мы видим у пророков, они об этом много говорят, ветхозаветные пророки. Но Бог со своей стороны всегда верен завету. «Ибо дары и призвания Божьи непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они, то есть евреи, теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Поэтому нам нечем гордиться. Всех Бог заключил в непослушании, чтобы всех помиловать, и чтобы никто не превозносился один перед другим. Это к римлянам, 11 глава, 29 по 32 стих. «И блаженной памяти» отец Денин Сусоев пишет. Это важнейший момент. Бог свой призыв не отменяет. Как Он обещал хранить завет с потомками Авраама, Исаака и Якова, так и делает. Недаром мы поем в песне Богородицы, что Господь воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его даже до века. Действительно, Он, Господь, помнит, что обещал Аврааму, Исааку и Якову, помнит, что обещал пророкам и держит слово в расчете, что евреи вернутся. Отец Даниил продолжает. «Когда же они обратятся на них и зальется вся милость Божия? Это проявление карающей и милующей руки Божией». Господь продолжает вразумлять евреев, чтобы они не думали, будто смогут устроиться на земле без него. Конец цитаты. И теперь мы читаем уже окончание этой удивительной главы. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия» восклицает апостол Павел. «Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него им и к Нему Ему слава во веки. Аминь». Это послание к римлянам, 11 глава, 33 по 36 стих. И давайте мы окончим эту лекцию словами святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, которые мы прочитали в начале этой лекции. Это характеристика этой главы. Святой праведный отец наш пишет, «Эта глава едва ли не единственная в посланиях апостола Павла по высоте созерцания ума апостольского в ней скрывается глубокая тайна спасения всего мира. Как же? Уже ли весь мир спасется? Надо чаще читать эту главу и размышлять о содержании ее. Апостол, можно сказать, высказался здесь весь, со всеми апостольскими тайнами раскрыл божественное сокровище веры». Да, мы знаем с вами, как сказано в этом же послании к римлянам, хотя бы еврейский народ был бы как песок морской, только остаток спасется. поэтому, когда апостол Павел говорит, весь Израиль спасется, он имеет в виду остаток, который будет оглашать сам пророк Божий Илья. И хотя многие язычники уверовали и стали христианами, это еще не является залогом их спасения, потому что многие в тот день будут говорить Христу, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли?» И Господь скажет им, «Отойдите от меня прочь, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Эта глава, она создает трепет в наших душах, и действительно, если Господь не пощадил собственного народа, пощадит ли нас? Если Он отверг природные ветви, пощадит ли нас? Мы держимся верой, а они отпали неверием, но Бог силен и их возвратить назад. Спасибо всех, Господь! Господь!